Ребята, всем привет! Вот такое вот видео решил записать по раннему-позднему прыску дизельных двигателей. Вот у меня насос Lucas. Вот сейчас на примере покажу, как двигатель работает с поздним прыском и с ранним прыском. Еще называют раннее зажигание, позднее зажигание. Вот насос, смотрите. Ставим вот эти вот метки все, то есть вот здесь вот сверло, в распредвале вставляем 6-мм штырек, а вот здесь вот вставим штырек 6-мм и в колымвале. Находим так называемый ВМТ первого цилиндра. Потом отмечаем вот такую вот рисочку, но я здесь толстую сделал. Надо делать очень тонкую риску, потому что здесь полмиллиметра, это очень сильно будет влиять вот этот вот работа двигателя. Вот видите? Ну вот максимально приблизил. Это я уже, ребята, поставил на позднее зажигание. Крутить нужно вот этот вот болт. Если мы его крутим по часовой стрелке, это будет у нас раннее зажигание. Если мы крутим его против часовой стрелки, вот у меня, видите, уже против часовой стрелки где-то на миллиметр я подвинул его от ВМТ первого цилиндра, это у нас будет позднее зажигание. Откручиваем вот болтики и, по-моему, вот этот на 29 крутим вот эту гайку. Чтобы вам показать, как работает двигатель, у меня уже стоит где-то миллиметр против часовой стрелки, то есть я поставил на позднее зажигание. Мотор вроде нормально работает, но когда газонешь, идет сизый дым. Это не сгорает топливо до конца. Если у нас раннее зажигание, то сразу почувствуете, это будет двигатель работать, как вот трактор Беларусь. То есть очень сильно, жестко работать будет двигатель. Когда мы резко на газ надавим, то он будет тупить. Так, давайте ближе к делу. Вот первый пробный запуск на холодную. Двигатель холодный. Кстати, вот еще вопрос такой вот. Видите, вот груша, да? Если она с утра качается, эта груша, значит у вас в насосе уходит топливо. Лучше поставьте вот обратный клапан вот такой вот. Либо у вас в насосе где-то подтекает. Ну, короче, получается, что шиберному насосу нужно еще нагнать какое-то давление, чтобы это давление потом уже шиберный насос начал раздвигать вот эти плужинные пары и создавать высокое давление. То есть, получается, маховику нужно лишнее движение делать, потому что в шиберном насосе в этом насосе подкачки нету определенного давления изначально. Ему нужно создать еще давление, потом уже это давление, еще раз повторяю, раздвинуть вот эти вот плужинные пары. Вот смотрите, вот холодная полностью машина. Вот смотрите, видите, все, груша вот. Ну, она мертво стоит, да? А если вы уже качаете там пару раз, то уже у вас проблема в насосе. Уходит топливо с насоса. Забыл еще сказать, когда позднее зажигание, либо ранее, то двигатель будет дольше заводиться. Вот сейчас у нас где-то плюс 12 градусов. И сейчас посмотрим, как он, в принципе, заведется. Напоминаю, что от риски, которую я поставил на ВМТ первого цилиндра, я сдвинул на поздний впрыск на 1 миллиметр. Так, сейчас смотрим дымность. На холостых она вроде нормально. Не дымит. Небольшой такой сизый дым идет. Но когда я хорошо занес, вы сейчас увидите дымность. Вот, ребята, как видно, да? Сизый дым такой. Ну, не сильный, но, вот видите, оно видно, как будто масло какое-то. Ну, это не масло, это солярка не сгорает. Сейчас я проветрую немного. Потом изменим угол. Немножко сделаем раннее. И посмотрите, какая потом дымность будет. То есть, вот это получается у нас немножко позднее зажигание. Хотя оно нормально все работает. Вот видите, работает все четко. Двигатель, да? Мягко вроде бы. Вот сейчас пробую резко нажать и отпустить. Ну, до двойки вот доходит. Даже до двойки не доходит. Вот, смотрите, что тут делается. Видите? Сизый дым какой стоит. Вот, все. Сейчас выветрую немного. Гараж. Но у меня машину я не могу перевернуть, потому что там поддонкрачено. Ключ в моем случае вот на 24. Вот, я открутил вот эти вот три болта. Сейчас вот эту гайку на полмиллиметра по часовой стрелке. Это у нас будет раннее зажигание. Ну, кручу на раннее зажигание. Здесь с камерой неудобно крутить. Сейчас я выставлю, потом вам покажу. Вот, еще раз показываю, как оно было. Потом покажу, как оно стало. Крутить нужно вообще по чуть-чуть. Вот, максимальная фокусировка. Вот, видите? То есть сместил по часовой стрелке. Но еще не дошло до ВМТ, где я вот риск эту поставил. Но я еще раз повторю, я жирную такую поставил маркером. Нужно чем-то острым начертить. Вот, сейчас посмотрим, как оно так заводится. Вот, еще двигатель может задымить белым. Вот, он вроде бы нормально работал, потом раз, начал поддымливать. Это не обязательно масло стало там, кольца не держат, да, в двигателе. Либо по прокладке что-то под головой там начало пропускать это. Особенно там на холодный двигатель. Возможно, просто сбилось немножко зажигание. Оно же здесь полмиллиметра сместится и все. Это вот здесь вот полмиллиметра. А вот здесь вот градусов 10-15 будет происходить. Здесь даже полмиллиметра, здесь этого очень много. Ну вот, уже повеселее как-то и мотор как-то ровнее стал работать. Вот, сейчас еще по дымности посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ребята, разница чувствуется. Разница есть, есть разница. Видите, то что было и я здесь до 3000 газового. Еле такой сизоватый дымок есть, но в основном он черный. На этом можно даже остановиться. Мне двигатель нравится как работает. Он не жестко, так мягко работает. Сейчас проветриваю гараж. Еще раз показываю, видите. Тот белый дым как-то наверх поднимался. А вот этот черный как-то по низу идет. Извиняюсь конечно за бардак в гараже. Тут не малярка уже конечно. Все, сейчас проветриваю. Делаю на ВМТ первого цилиндра. И посмотрим как он будет работать. То есть вот сверло 6-ти миллиметровое. Оно полностью заходит в ТНВД. Вот это ВМТ первого цилиндра. То же самое здесь. То же самое у нас и здесь. Вот видите. Заходит сверло в распредвал. Послушайте, жестче стал работать. Так, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот посмотрите. Гараж закрыт. Чтобы вы понимали. Дыма стало еще меньше. Газовал до 3,5. Видите какая дымность. Сверху вообще его нет. Он садится на низ как-то. Видите. Это не сизый дым. Это такой черный дым. Он окажется такой сизый. Ну чуть-чуть жестче стало работать. Но дымность меньше стала. И вот я думаю либо предыдущий вариант оставить. Либо вот этот вот вариант. Ну и сейчас попробуем на полмиллиметра раньше сделать угол прыска. Ну вот третий вариант. Получается немножко на полмиллиметра на раннее сделал. Тут плохо видно конечно. Это риска. Ну сейчас вот посмотрите как оно будет жестко работать. Видите как трактор работает. Дым. 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 Ну дым вроде такой черный идет. Да. Жесткая работа. Но. Вот предыдущий раз. Да. По ВМТ я ставил. У меня три с половиной там до четырех доходило. А сейчас смотрите. Смотрите. Еле до трех доходит. То есть тяга упала. Ну вот смотрите. Ну я бы не сказал что тут такой сизый дым. Такой черноватый дым. Здесь уже я конечно много погазовал. Я бы сказал что это уже ранее зажигание. Потому что жесткая работа двигателя. Это не хорошо. Нужно вернуться на предыдущий вариант. Но сейчас еще покажу на полмиллиметра. Наранее поставлю. Вы посмотрите как работает двигатель. Ну вот показываю насколько сместил. Тут наверное уже наибольше миллиметра. То есть это уже сильно ранее зажигание. Сейчас будет его вообще там трактор реальный будет. Послушайте как он гудит. Ну и соответственно дыма будет здесь больше. То бишь нужно добиться чтобы было по минимуму дыма. И не жестко работал. Вот такой будет самый оптимальный вариант угла впрыска. Стал еще жестче работать. Но по дыму вроде еще ничего. Можно еще на меньшее делать. На ранее зажигание. Дым черный. Принцесс. Дым черный. В принципе по дымности нормально. Так как я газовал там до 3000. То в принципе по дымности нормально. Не забывайте что гараж закрыт. Вот сейчас вот. Потому что там посторонние люди шумят. То музыку слушают. Вот по дымности нормально я вот стою. Да. Позднее зажигание там вообще кошмар было. Там все в дыму. В белом было там сизом. Вот. А здесь вот. Но жестко. Очень жестко работает двигатель. Давайте еще. На полмиллиметра. Это будет уже полтора миллиметра у нас. Сделаем раньше. Так. Вот. Смотрите. Как выставлена метка. Полтора где-то миллиметра. Может уже и больше. От ВМТ. У часовой стрелки. Ну наверное уже последней. Сейчас будет очень жестко наработать. Все. Жестко работает. На газ не откликается. Смотрите. Неплохо. Тупой стал. Звездного. Такова бさ сама helps. Попутся скpatки. Попоп. КА rhy. Ну insecticides��릴. КА Gods. Звездное масло. У тюрки. так ну вот смотрите по дымности но дым дымом но колбасит его очень сильно трясет и жестко очень работает можно было еще конечно меньше делать но тут уже и так понятно что двигатель очень жестко работает я сейчас сделаю третий вариант вот он мне сама больше понравилась по дыму по мягкости работы вот это как выставлено было по в мт вот у меня изначально вот поставил я как у меня было изначально но по в мт но чуть-чуть наверно нам пару микрон на позднее поставил видите все на этом варианте я остановлюсь принципе дымность минимальная жестковато но терпимо работает он но главное главное дымность мне главное чтобы он не сильно дымел посмотрите какая обильность принципе его и нету здесь видите закрытый гараж ну работает конечно жестковато немножко но вот еще последний раз наверное видите насколько сместил там на несколько микрон это но кажется я ничего не смещал я потихоньку потихоньку смещал на хватит на этом экспериментировать а то я уже болты тут резьбы позбиваю я думаю вы смысл поняли сразу выставляем по в мт потом крутим вот этот гайку эту большую крутим ее по часовой стрелке ставим ищем вот этот вот жесткую работу двигателя находим вот этот вот ранний прыск где уже жестко начинает работать двигатель и начинаю потихоньку уже крутить против часовой стрелки и находим чтобы она и дымность была маленькая и не жестко работал вот такой вот оптимальный вариант и вот таким вот способом настраиваем наш насос то есть не насоса угол прыска ну немножко помягче стало чувствуете немного помягче стал наверное на этом я и становлюсь вот закрепит газу хорошо дыма нету все на этом варианте я становлюсь вот закрытый гараж вот такое вот ребята видео машина уже нагрелась вот я думаю что видео полезное тут уже главный смысл понять как его настраивать всех благодарю за внимание что досмотрели это видео до конца ставим лайки подписываемся на канал всех благодарю за внимание всем удачи подписываемся на канал всех подписываемся на канал всех подписываемся на канал всех